Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Короче говоря, 500 километров пешком. На часах 8 утра я уже нахожусь у выхода из города с набитым рюкзаком за плечами. Моя цель пройти пешком 500 километров до другого города за неделю и не загнуться. Вам могло показаться, что я это кому-то проспорил? Или же я мчу в такую даль, чтобы попробовать знаменитые воронежские творожные сырки? На самом деле я просто придурок, у которого полно свободного времени и новые фитнес-часы. Мне было интересно испытать весь спектр их возможностей. Ведь просто смотреть на них время это так тупо. А вот шагомер одна из самых интересных его функций. Я прошел уже 750 шагов. Вроде пока не устал. 850 шагов. Да легче легкого. 958. Я умирал как скотина и жутко хотел пить. На пути была заправка. Шикарно. Я слегка заправился, залив в себя водичку за 92 рубля. Это не особо мне помогло. Залил водичку за 95 рублей. Другое дело. Я полной силы и энергии отправился дальше. За плечами 2 километра из 500. Лямки моего 12 килограммового рюкзака начали слегка резать плечи. Моя 500 граммовая обувь уже начала натирать мозоли. А мои лишние 15 килограмм тоже давали о себе знать. Но день только начинался. Спустя полтора часа я решил устроить привал. Я буквально привалился на трассе. Попил водички. Ноги слегка гудели, а живот требовал подкрепления. Я вызвал подкрепление. Через 15 минут подкрепление приехало и было вытащено из сумки курьера. Я спросил, что так долго. Курьер извинился и ответил, что их ресторан далековато отсюда. Я оставил ему чаевых и принялся кушать ароматную пиццу. На часах 12 утра. Или 12 дня. Или полдень. Или пишите в комментах, как еще это назвать. Я отправился дальше. У меня была строгая система навигации, которой я следовал весь свой путь. Это была карта на телефоне. Но в последние минут 15 у меня пропал интернет, и вся моя система навигации рухнула к хренам. Переходим к плану Б. Я достал бумажную карту. Сейчас я нахожусь вот тут. Или вот тут. То есть нет, эту речушку я уже прошел через вот этот мост. Или через вот этот. Ладно, переходим к плану В. Валера. Это мой знакомый, который разбирается в маршрутах по всей стране лучше любой карты. Я сказал Валере, что сейчас стою на дороге, а рядом со мной деревья и машины. Он ответил, что это 15-й километр трассы М4, и мне не стоит волноваться. Можно смело идти прямо, но быть аккуратней. Метров через 200 из земли будет торчать коварный кусок арматуры, в который все постоянно спотыкаются. Спасибо, Валера. Я прошел мимо столба, обошел лежачего полицейского, споткнулся в торчащую арматуру. Значит, я на верном пути. Вскоре интернет снова заработал. Я подрубил наушники, включил музыку, под которую удобно идти 500 километров. Вскоре наступил вечер. За этот день я прошел 52 километра, и мои ноги отказывались идти дальше. А еще мне дико хотелось спать. Пора устроить ночлег. Я отошел подальше от дороги и стал искать знак «Место отдыха». Но мне попадались только знаки «Место работы», «Место каторожного труда» и «Место встречи изменить нельзя». Надо скорее ложиться, иначе я совсем не отдохну и завтра не смогу идти дальше. Сначала я достал палатку. Но как же я ошибался? Это не я достал палатку, а палатка достала меня. Эти длинные палки никак не вставлялись в палатку, колышки все время вылетали из земли, а молния на палатке постоянно заклинивала. Кстати, о молниях. Началась гроза и закапал мелкий дождик. Я попытался уснуть в этой косо-криво поставленной палатке. Но здесь было холодно. Я надел куртку, штаны, идеальненько. И тут мне стало страшно, потому что я всю жизнь боялся подкроватного монстра. Ну, в данном случае, подпалатного. Пришлось спрятать вторую ногу под покрывалом, чтобы монстр меня не достал. Я проснулся утром следующего дня. Выслышал щебетание птичек, звуки природы и лесных массивов. Вырубил будильник с этими звуками, и мои уши тут же наполнились шумом дороги. Вырубил второй будильник. Тишина. Я переоделся обратно и вылез из палатки. Мне побаливали ноги, а мозоли не позволяли быстро ходить. Я заклеил стукни пластырями. Собрал палатку и поплелся дальше. Впереди меня ожидает еще 440 километров нескончаемого шоссе. Тут я подумал, что это попросту невозможно. Ну, как можно было быть таким наивным? Почему в детстве я верил, что если съесть семечко от арбуза, то в животе вырастет арбуз? Я поставил телефон на зарядку от пауэрбанка и открыл навигатор. Оказалось, что скоро моя дорога будет проходить через лес. Вот это было стрёмно. А если я заблужусь? Или меня сожрет медведь? Ну, хоть какое-то разнообразие. Я пошел в лесную чащу и увидел грибочек. Теперь с голода точно не помру. А помру от отравления. Я стал помечать деревья, чтобы не начать ходить по кругу. В итоге заблудился в трех соснах. Однако Валера быстро все исправил и к вечеру я выбрался из леса. За спиной 112 километров или же 160 тысяч шагов. Ведь для такого результата надо быть мастером спорта. Пора найти место для второго ночлега. Может попробовать переночевать в придорожном мотеле? Дошел до какого-то мотеля. Но у него было всего 4 звезды. Не, в таком отстое останавливаться я не собираюсь. Прошел еще несколько километров и добрался до другого мотеля. Но тут было 3 звезды. Я вернулся в предыдущее место. Мне уже было настолько хреново, что я заночевал прямо на автобусной остановке. Прошло 12 часов. Я уже вовсю двигался к своей цели. Ноги ужасно болели, но я старался не думать об этом. Костя сильно ломила, а Андрея сильно сводила. Какое-то время я даже шел на руках, но это было не особо эффективно. Ведь таким образом я прошел всего 5 километров за 15 минут. Вскоре вдалеке перед собой я заметил какого-то чувака, который шел пешком так же, как и я. Вот это интересно. Я догнал его и поздоровался. Он активно поздоровался со мной и прибавил, что сегодня отличный день для того, чтобы пройти 230 километров. Я офигел. Спросил, кто он такой и куда держит свой путь. Он ответил, что его зовут Анатолий и сейчас он держит путь к мировому рекорду. Уже почти полгода он в пути от Владивостока до Брянска и ему осталось пройти совсем немного. К этой цели он шел с самого детства и упорно тренировался, чтобы сейчас воплотить ее в реальность. Нифига себе. А я-то думал, что это я просто придурок, у которого полно свободного времени и новые фитнес-часы. Анатолий шел очень быстро, потому что его время было ограничено и я едва за ним поспевал. Попросил у него пару советов для начинающего путешественника. Итак, первое, всегда идти при условии попутного северо-восточного ветра и тщательно следить за зимутальным направлением. И второе, кушать только легкую пищу, которая дает много энергии. Он желал ему успешно достичь рекорда и в качестве благодарности вручил ему пару жирных куриных крылышек. Анатолий ужасно обрадовался и принялся кушать прямо на ходу. Из-за этого сбился со своего зимутального направления, провалился в канаву и сильно подвернул ногу. Вот жесть! Анатолий никак не мог оттуда выбраться, его пищеварительная система не выдержала и началась сильная диарея. Ну как же он мог так все просрать? Он стал орать на меня, потому что я разрушил мечту всей его жизни и он уже не успеет дойти в нужное место к сроку. Я тут же вызвал скорую, затем убедился, что Анатолия вытащили из канавы и отправился дальше в свой путь. Наступил четвертый день. Этой ночью я почти не останавливался и шел через лес, чтобы успеть наверстать упущенное. Ноги уже нифига не гнулись, поэтому я шел слегка прихрамовая. Однако за спиной почти 300 километров. По-моему, шикарный результат. Сегодня я останавливался на каждой заправке и сидел там по полчаса, разминая конечности. Кушал я только самую легкую пищу, которая дает много энергии. Пошел пятый день в пути. Я понял, что моим ступням пришел трындец, так что мне срочно нужно сменить обувь. Поэтому вскоре я вышел из какого-то магаза в своих новых валенках. Не спрашивайте, как я умудрился найти магазин с валенками осенью на пустынной трассе. Но так и правда было намного лучше. Далее мой путь снова будет лежать через лес. Обожаю это, ведь там хоть солнце печать не так сильно. Я вошел вглубь леса. На сей раз не стал брезговать и полакомился местными грибочками. Надеюсь, в этом лесу нет диких животных. И тут я услышал шелест листвы. Надеюсь, это не волк. Затем я услышал низкий раскатистый рыб. Надеюсь, это не волк. И наконец из-за деревьев вышел волк. Надеюсь, это не волк. Я протер глаза. Охренеть, твою ж мать, это настоящий волк! Я стал убегать. Он побежал за мной. Мы долго бежали. Я прыгал через пеньки, прятался за толстыми деревьями и использовал тактику древневосточных ниндзя. Притворился мертвым. Вскоре волк подошел ко мне вплотную и принялся обнюхивать. Должно быть, он учуял запах мандаринов у меня в кармане. А вот хрен ему. В итоге волк поел хрен, а я ничего не поел. Мы станцевали тектоник и отправились по лесу дальше. Теперь я ничего не боюсь с такой охраной. Вскоре мы дошли до окраины леса, и тут грибы наконец отпустили меня. Удачи тебе, брат. Пошел шестой день. У меня уже ничего не болело, а глаза блестели от энтузиазма. Вною пройдено 405 километров. Ужели скоро я доберусь до своей цели? Даже как-то не верится. По картам показывало, что дальше путь будет чисто по прямой вдоль дороги, так что даже нет смысла на нее смотреть. Сегодня я много и вкусно кушал, а также регулярно делал приседания, чтобы немножко размять ноги. Уже вечером этого дня я должен дойти до Воронежа. Сердце билось очень часто, и я был безумно замотивирован. Надеюсь, что все пройдет как по маслу. Оставалось 12 километров. 7 километричков. 2 километрюсечка. И вот, наконец, я добрался до славного города Воронеж. Я был безумно рад. Оставалось только одно, узнать, сколько же шагов я преодолел за эту неделю. Я специально не смотрел на шагомер последние дни 5, чтобы сохранилась интрига. Но мои часы разрядились. Вот же блин, неужели все мое путешествие было напрасно? Добрый вечер, Анатолий. Мы рады приветствовать вас в славном городе Брянск. И хотели бы поздравить вас с установлением нового мирового рекорда. А также вручить вам этот сертификат. Ах ты тварь. Короче говоря, 500 километров пешком. Друзья, мы очень старались над этим видео. Не пожалейте для нас лайка и подписки на наш канал. Кстати, вы также очень поможете нам, если посмотрите здесь предыдущее видео. Спасибо за просмотр и ждем тебя снова. Субтитры сделал DimaTorzok